Дайджест недвижимости Продажа остается прежним. Нежилое помещение на первом, втором и третьем этажах здания, общей площадью почти 6,5 тысяч квадратных метров. Стартовая цена составляет почти 335 миллионов рублей. Помещения продаются с обременением. До 2023 года действует договор аренды СОО «Торговый дом европейский». Годовой размер арендной платы составляет 15,5 миллионов рублей, уточняет портал iCareFru. Напомню о планах по продаже европейского мэрия Кирова сообщила в начале апреля, а программа приватизации, включавшая в себя и помещение торгового центра, была принята в ноябре прошлого года. Дайджест недвижимости Мэрия призывает арендаторов земельных участков своевременно вносить арендную плату. Деньги должны быть перечислены не позднее 15 числа последнего месяца текущего квартала, сообщает департамент муниципальной собственности. В противном случае должникам грозят штрафные санкции в виде начисления пени. Ранее администрация Кирова опубликовала черный список должников-арендаторов городской недвижимости. В него вошли предприниматели, задолжавшие городу за аренду земли и помещений 500 и более рублей. Узнать о наличии задолженности можно по телефону 37-43-67. Дайджест недвижимости В Кирове участились случаи мошенничества с электросчетчиками, сообщает пресс-служба кировского филиала компании «Энергосбыт плюс». На территории областного центра активизировались граждане, предлагающие жителям замену счетчиков учета потребленной энергии. Они представляются сотрудниками «Энергосбыт плюс», однако их цены выше официальных расценок компании. «Энергетики» подчеркивают, что специалисты ресурсоснабжающей компании всегда имеют при себе удостоверение. Кроме того, цены на услуги строго фиксированы и отражены в прайс-листе. Их стоимость не может внезапно измениться после оказания услуги, уточняет портал дом43.ру. Перед тем, как заменить счетчик, необходимо в письменном виде сообщить о дате и времени проведения демонтажа старого прибора учета исполнителю коммунальных услуг. Таким исполнителем, в зависимости от выбранного способа управления домом, может быть управляющая компания или ТСЖ, либо ресурсоснабжающая организация – Кировский филиал «Энергосбыт плюс». Уведомление должно быть направлено не позднее, чем за двое суток до проведения работ, а после переустановки прибора учета его нужно ввести в эксплуатацию в течение месяца. Энергетики напоминают, что показания счетчика, не введенного в эксплуатацию, не могут использоваться для расчета платы за электроэнергию. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.